Слушай, Марана, я без рубашки. Ты мне дала рубашку, я... Это не моя рубашка. Это твоя рубашка. Просто ты сулил голову в дырку для пуговицы. Петуха всё время приходил домой пьяным. Мне это надоело, и она говорит. Ты всё время приходишь домой пьяный. Мне это чертовски надоело. Если бы ты хоть один день пришёл трезвый, я бы на радостях зарезала индюка и приготовила отличный обед. На следующий день выходит в огород и видит. Пьяный муж сидит в обнимку с индюком и говорит. Не переживай, ты ещё будешь жить очень долго. Сергей Дружков пригласил Холванского помочь вынести диван. Холванский пришёл уже тогда, когда диван был в дверях и стал помогать со стороны выхода. Они вдвоём пыхтели, пыхтели и так и не смогли вынести. И потом Дружков говорит. Нет, так мы его не вынесем. Холванский говорит. А что мы его вносим? Собери ребёнка с улицы умой на коны и уложи спать. Я уже четверых умел, пока своего нашёл. Сегодня помогал внуку открывать чупа-чуп. И знаете, что вам скажу? Лучше бы обувь так клеили. Впил поисковой странице Яндекса строку. Тесла помог Сталину отправить настоящего Ленина на Луну. И теперь контекстная реклама все время предлагает мне работу на РЕН-ТВ. Как ты приучила своего мужа раньше возвращаться домой? Очень просто. Возвращается он, как обычно. В очередной рост за полность. А я и спрашиваю, Вася, это ты? А он? А он, Петруха. Цветочный магазин повестил объявление. У нас самые дешевые цветы. Их могут покупать даже мужья. На экзамене по истории профессор спрашивает, вам задать один сложный вопрос или два простых. Студент говорит, один сложный. Хорошо. Профессор спрашивает. Скажите, пожалуйста, где появился первый человек? Целенка говорит. Чемоксарах. Профессор спрашивает. Почему? Целенка говорит. А это уже второй сложный вопрос. Подписываемся. Подписываемся.